Всем привет! Ну что господа, сегодня в нашем обзоре представляю вашему вниманию интересный и классный девайс Poco X6 Pro со своими особенностями и нюансами. Давайте обсудим. Поехали! Как же без нашей традиции с упаковкой? Итак, смартфон пришел в компактной коробке и что мне понравилось, он уже с защищенной пленкой. Также вы найдете стандартный кабель USB Type-C, блок питания на 67 Вт, чехол к смартфону и спасибо, что это нестандартный прозрачный чехол, который потом сами знаете во что превращается. Также тут ключ-скрепка и документация. Что касается внешнего вида, в целом тут ничего необычного вы не обнаружите. На лицевой части вот все максимально просто. Фронталка, экран. На правой боковой грани разместились качели регулировки громкости и клавиши блокировки клавиатуры. На нижней грани расположенный динамик, лоток для двух сим-карт, карты памяти тут не поддерживаются. Порт зарядки и микрофон. На верхней грани вы обнаружите еще один динамик. ИК-порт и еще один микрофон. И наконец на тыльной стороне, которая кстати очень маркая и на ней хорошо остаются отпечатки пальцев без чехла. Так вот, все как сейчас модно делать. Там три блока камер. Ультраширокий угол, широкий угол и что-то похожее на макро. Сам корпус с влагой и пылезащитой по стандарту IP54. Так, вот мы и добрались до дисплея. Что мы тут имеем? Он большой и оснащен 6,67 дюймовым AMOLED Corning Gorilla Glass 5. С разрешением 1220 на 2712 и частотой 120 Гц. Соотношение сторон 20 к 9, а плотность 446 ppi. Дисплей поддерживает Dolby Vision с пиковой яркостью 1800 нит. Честно сказать, я до сих пор испытываю этот контраст даже с моим ноутбуком или яркостью того же айфона, с которым хожу. Реально очень яркий дисплей, мне зашло. Кроме того, по 120 Гц есть нюанс. Да, телефон их поддерживает и в настройках вы можете выбрать 120 или же 60 в пользовательском режиме. А в режиме по умолчанию смартфон автоматически переключает герцовку. Также тут, только чуть ниже, вы сможете увидеть список приложений, которые поддерживают высокую герцовку. Кроме того, в дисплее находится оптический сканер отпечатков пальцев, который работает быстро и без сбоев. А теперь самый главный вопрос по производительности. В Poco X6 Pro, который, по моему мнению, весьма удачный смартфон, установлен в восьмиядерный процессор Dimensity 83-00 Ultra с максимальной частотой 3,35 ГГц. Кстати, произведен по современным технологиям 4 нанометра. Dimensity 83-00 Ultra состоит из одного ядра Cortex-A715 на 3350 МГц, три ядра Cortex-A715 на 3200 МГц и четыре ядра Cortex-A510 на 2200 МГц. 12 ГБ оперативной памяти с возможностью расширения за счет внутренней еще плюс 8 ГБ. Встроенная память 512 ГБ. Что сказать, этот прекрасный экземпляр с хорошими характеристиками. Погнали дальше. Версия Bluetooth 5.4, поддержка 5 Гцовой линии для Wi-Fi, а также поддержка Wi-Fi 6. Но с Wi-Fi конкретно 5 Гц есть вопросы. Он вроде работает, но периодически отказывается или отваливается. Надеюсь, с очередным обновлением это пофиксят. Помимо всего, есть NFC, поддержка стандарта связи 5G и каппорт для использования смартфона в качестве пульта. Короче, можно играть в современные тяжелые игры на ультрах. Это приятно, плюс на большом дисплее. Как всегда, для тестов брал PUBG версии HD, асфальт и колда. Проблем никаких, плюс тактильно отклик и вообще то, как себя ведут игры при касаниях, мне понравилось. Все четко. Естественно, если не говорить про игры, то по стандартным задачам все на ура, без ступняков или каких-то лагов. В тесте на производительность данный аппарат набрал 1 миллион 335 тысяч 31 попугай. Просто кайф. Тест роттлинга показал хорошую выносливость, хотя и по мере небольшого нагрева и длительности нагрузки показатели немного упали. И тем не менее, все на высоком уровне. Что я могу сказать по камере? Давайте начнем с того, что фронталку трогать не будем. Там все плюс-минус одинаково плохо и мне кажется, почти во всех смартфонах в данном сегменте с фронталкой все не очень. Значит, у нас есть три блока камер. Основная, ультраширокий угол и макро. Основная камера построена на базе старого доброго сенсора UV64B на 64 мегапикселя со светосильным объективом с диафрагмой 1.7 и оптической стабилизацией OIS. Ультраширокая камера с фиксированным объективом на 8 мегапикселей и фокусным расстоянием в 16 мм и диафрагмой 2.2. Ну и макромодуль на 2 мегапикселя. Заранее скажу, что этот смартфон не позиционируется как камерафон, потому в принципе претензий к качеству съемки у меня нет. Даже должен отметить, что он делает неплохие фотографии как днем с хорошей детализацией, так и в режиме ночной съемки, хотя по качеству текстур есть над чем поработать. Также этот девайс может снимать видео в разрешении до 4К 30 фпс, плюс позволяет снимать видео в формате 1080 60 фпс. Разрешение ультраширокой камеры ограничено до 1080 30 фпс. Что я скажу, днем и вечером в формате 4К снимает так себе. В основном я тестил в режиме 1080 60 кадров. Детализация неплохая, в хорошую погоду днем более-менее. Стабилизация тут старается отрабатывать, но выходит слабо, особенно при ходьбе видно, что не вытягивается. Иногда яркость и цветность картинки при съемке видео скачет. Если подводить итог по камере, то по фото все хорошо, по видео посредственно. А, и хотел добавить, что при включенном HDR, как в фото, так и в видеорежиме, бывает жестиц цветопередачи. Потому имейте в виду. Итак, теперь аккумулятор. В Poco X6 Pro емкость 5000 мАч и не изменилась по сравнению с предыдущим поколением. По большому счету это стандарт, если брать во внимание подобный сегмент. Могу сказать уверенно, что в активном режиме использования он живет около 12 часов. Учитывая, что в комплекте идет блок питания на 67 Вт, заряжается он так же быстро. Я засекал и с 25% до 100 хватило 38 минут. Эх, сюда бы еще беспроводную зарядку, но это уже личные предпочтения. В X6 Pro используется схема с гибридными динамиками, тот, который снизу основной и верхний совмещенный. При вертикальной ориентации верхний динамик получает левый канал, а при альбомной телефон сам настраивает каналы в соответствии с ориентацией в пространстве. В целом не могу сделать по поводу звука какое-то голословное заявление. Да, он громкий, он просто есть. Да, по сравнению с предшественниками лучше сбалансированы средние частоты, чуть выделен вокал, но по низким все уже не так радужно. Ну что друзья, давайте подводить итоги. Poco X6 Pro действительно интересный смартфон с заделом на будущее, так как его чипсет обладает большой мощностью. Кроме того, приятная HyperOS вместо тяжелой MIUI. Также, казалось бы, ничем не примечательная камера, которая действительно удивляет тем, что выдает неплохие снимки как днем, так еще и в ночном режиме. Большой яркий AMOLED дисплей с хорошей светопередачей, нормальная комплектация. Что еще нужно? Из минусов могу отметить для себя только один – это проблемы и то, думаю, временные с периодическими сбоями в работе 5-герцовой линии Wi-Fi. Будем надеяться, что это пофиксят. Цена данного устройства составляет 299 долларов. К слову, ссылка на смартфон, если вас заинтересовал, будет в описании. А на этом у меня все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok